Всем пацаны, сейчас тема НШ-насос 50 и на самосвал, как разобрать и увидеть утечки. Я когда-то у Салтовского разбирал, и все ржали, что мы его разбили. Помнят из-за чего, вот тут у него и слайдов, это вот тулочка, мы ее не увидели, эту вот тулочку, и мы его разломали. На моих насосах ее не было. Век, живи, Век, учись, давай, газуй. Все, сейчас мы его разберем, посмотрим, одефектуем, что там, что-таки забьем, если надо. Ну, короче, сейчас будем разбирать. Разбираемся, вот он, чик, отметили, как надо, да, и все. Поехали смотреть. Так, разбираем. Медлик молоток, гайки мы оттопили. Крышечка раз, отметили. Положили. Что за туман? А вот как, типа, новые насосы, типа, все классно. Видите, что? Оцинковочку ложат, оцинковки ложат, чтобы сжать его, чтобы зазоры были. То есть, расточить, ну, подогнать корпус нереально. Нереально, да, чтобы, ну, вот видите, как у меня он вышел, насос. Сейчас покажу. То есть, отвертку забивают сюда, класс, потом фольгу запихивают и все. И насос, типа, бомба. Бомба, ракета, петарда. Сейчас вымоем там земли, чуть-чуть насыпалось, ну, не важно. Все, пацаны, сейчас разберу их и покажу. И все насосы вот такие. Вот их я разбирал штук 7-8, может, 10 в жизни. Все на фольге. Не пойму, из-за чего. На банках, из-под кофе. Вот это вот, за, этот, покажу, короче, сейчас. Попытаюсь объяснить. Вот, разобрал. Видите, чуть-чуть вот. Уже алюминия сюда натянуло. Я думаю, что еще поработает. Но, не пойму я завода, изготовителя. Здесь верхняя часть, не важно, ли верхняя, или нижняя, стоит на вкладышах, да? Вот, ширина, классно все, да? Вот, завод, опять же. А здесь, а вот. Вот, и рабочая половина, не знаю, видно, меньше. То есть, рабочая миллиметров 12. И в алюминии. Вопрос в задаче, да? Ответьте мне, я этого не пойму. Здесь, а, вкладыш есть, здесь нету. И выедает, вот, алюминий, да? Все, из-за чего они, нет, они, не качают. Вот тут, соус тихо. Выпал, поршень ухнута. Не смертельно. Там еще резиночка стоит. Стоят вот такие щеки. Советских, если они латунные, хотя бы. Они стоят вот здесь, а, да? Вот эта вот резиночка рвет. Вот эта вот. Не знаю, вот. Ее прорывает, и у вас масло выходит наружу. Ну, я сюда вот закручиваю чопик. Видите? Забиваю это отверстие. Зачем оно, я не знаю. Ну, вот. У меня. Вот эти резинки, этот, вырывало. Рвало. То есть, я менял их. Ехал. Опять их, ну. Вырывало. Я после этого забил чопик сюда. Здесь отверстия этого нету. Ну, желательно и здесь тоже вот это вот отверстие, я так вижу, заглушить. Тут осытает резинка. Она уже там порванная. Ну, то есть, для чего оно? Я в душе не знаю и знать не хочу. Но щеки не выработанные. То есть, будет работать. То есть, вы меня поняли. Вот такой вот ремонт инша-насоса может ему продлить жизнь. Еще там покажу нюансы следующие, как там лучше сделать. Сейчас собираем там чопики, всовываем. Забили сюда чопик, я иголку сыпал. Подшипник АРАС, заглушил так, забил плотненько, как раз она вошла. Хорошо, да, как хорошо. Все, сейчас, милая пошла. Фух. Сейчас, покажу. У нас тут сегодня день открытых дверей. Он Жека на ремонт взял КамАЗа. То есть, чопик забили, все, утечек нет. Зачем оно вот это? Я, ну, не знаю. Вот я забивал же, говорю, и все работало сразу. Ну, я считаю, что инша-насос это не насос. Это так. У него и потери большие. Ладно. Собираем дальше. Какая идея меня пастила? Не знаю, будет работать или нет. Ну, должно. Тут же стоит резинка еще, да? В насосе. Она стоит на... Вот так вот она стоит. Сейчас она... И получается, между... Они же его расклинивают. И что у нас получается, что зазоры, дырки. Ну, масло же идет отсюда, а что же идет на подачу. Я решил сделать штуцер, фланец хитрый. Аж через же насос корпуса. И чтоб он заходил в середину. Вот туда. И резиновое кольцо. Выйдет оно у меня или нет? Не знаю. Ну, пробовать надо. Сейчас буду зажимать. Смотреть, короче. Ну, сделал вот такую оправку, чтоб выставить его ровно в этом... Во фрезере. Как раз она... Чтобы базу и расточить на 20. Хотя бы, чтоб и было тело... Что-то, как бы, чистота не очень хорошая. Ну, то есть, мне нужно, чтобы же я отверстие... То есть, ну, этот диаметр не сильно уменьшал. То есть, сейчас на 20 зайдем фрезою. У нас и резинка тут от 18, да? А резинка какого-то вот, видите? Дым-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Короче, 20 будет самое оно. Все, занимаемся. Выставил базу, все. Сейчас растачиваем. Дай бог, чтоб это отверстие было, ну, более-менее в центре здесь. Ну, здесь мы можем сделать меньше отверстия. А вот так, ну, еще одно резиновое кольцо, как у него по заводу. Так и сделаем. Что, Сань? Мегрол, да, был залитый? Да, да. Это хрен его знает. Непонятно. Ну, что так сильно густое? Да? Обработка. Гляньте, как считала. Красиво. Гладенько, ну, нормально. Не знаю, фаску снимать, чтоб кольцо резиновое не... Да, наверное, либо ножом как-то, либо, ну, зенкером же, я не возьму на круглого, оно возьмет только берега верхнее, а эти нет, наверное, ножом, да. Мысль, слух. Все. Я его, этот, почти насквозь, сделал отверстие на 20. Фреза. 20-я. Все. Крузим далее. Вот так вот они делают, добивают отвертку и выводят зазоры, подсловывают вот такие пластинки, коротенькие. И что раз получается? Если они отсюда его всунули, да, здесь сжали, ну, а там-то длина секции большая, и получается перекос у нас, да, вот этих вот щек. Я вот такие вставляю длинные, хотя бы, длинные пластинки. Это из этих, из этого, бобины автомобильной. Вот тут она такая. Типа ничего. Все, забили. А вот это вот, коротыш, что типа, на базаре, что вы идете, а вам говорят, о, ну, ого, не вращается, ага. Классно, да. Классно, но ненадолго. И все насосы зеленые вот так. И теперь, представьте себе, да, щель есть между секциями, потому что забиты пластины, типа, сжали, но здесь уже есть дырка, утечка. Бывает, еще и вот, эту резинку, как бы, бывает всякое. И чтоб происходит у нас и насос, и не насос, да, плюс валы выела из-за того, что они его забили в алюминии. То есть, я так забиваю, ну, чтоб, не знаю, вращается ли не рукой. Неудобно. Надо стиски зажать, с маслицем он будет вращаться, разработается. Ну, то есть, но это неправильно, вот эти вот, это все вздрочь. Но не могут вытащить идеальный размер и так подгоняют его. Типа того. Поняли? Сейчас собираем и вытачиваем фланец с резиновым кольцом, чтобы он зашел в секцию насоса и масло и шло непосредственно уже, минуя соединение вот это вот и вот это. Ну, как-то так. Мысли вслух. Сделал вот такую эту я заготовку. Мне нужен фланец, чтобы войти в середину насоса. нашел шайба бушная. Прессом туда десятку плюс задавил. Сейчас еще обварю ее. Все, что, задавил из-за чего? сильно, чтобы не повело при сварке. То есть, у него вот это, ну, чтобы меньше потом мучаться выставлять. и в упор. То есть, сделал упорчик. Сейчас она обварится и будет хорошо, хорошо, хорошо. Гляньте, как жопа на КАМАЗе вот, ЖК, ремонтирует КАМАЗ. Я не знаю, как его не подымает. Гляньте, насколько до далеко жопа, да? Вот, там, Азики, блин, интересно. И у меня. У меня, наверное, сантиметров сорок пять, а там больше метра, наверное, метр десять. так, Я говорил о соосности чуть-чуть нет. Может быть, если видно, я его насадил, чтобы на насос, видите, я думаю, где-то 08 миллиметра зазор здесь, как проволока сварочная визуально. здесь уже уперлась, здесь уже уперлась. Там, там, то есть десятка на диаметре промерном, я думаю, что прожмер, алюминий, там, где-то что-то, но все равно это будет тема, это фланец. Сейчас покажу, пацаны. Вот такой писюн, сейчас мы тут еще нарежем кольца резиновые, колечко тоненькое, нарежем. Здесь одну кольцо, и здесь, а как по заводу на фланце, на родном, но масло по теории, по моей не должно идти по корпусу, чтобы она вот тут, вот это, тут, резинка идет, вот тут как-то ходит масло, а что мешает ему там где-то ссать, ну, не знаю, то есть, я хочу отсюда вывести напрямую, через резиновое кольцо, ну, а если резинка типа рвется, она же будет качать так, но она никогда не порез, у меня есть авиационные кольца хорошие, когда-то разбирали там в действии, а я их снимал, такие, видите, рыженькие все, все рыжики, видите, вот это все авиационное кольцо, ему лет уже сколько, как молодое, мягкое, упругое, фух, вот такой процесс у нас, все сделал, такой фланец получился, осталось вот этого захода, ну, все равно, вот так он, он будет одеваться сюда в середину и цинфировать, то есть масло будет непосредственно штуцер, между корпусом, там щель есть, резинка, это бывает, рвется, ну, все, вот видите, на два резиновых кольца я сделал авиационных, проход чуть-чуть меньше, ну, шланги этот, вешаемый, и все работает, и в шланге проход меньше, чем здесь, а так что все будет работать, резьбу нарезал я внутри, одна, вторая, штуцер у меня есть, вот какой-то нашел фирменный, есть и к нему ответная часть, поворотный уголочек, раз, вот такой, где угодно, его там выставляй, крути, как оно работать, будет неизвестно, но хуже не будет так точно, сейчас, то есть, испытывать, я думаю, еще неделя минимум надо, чтобы все это собрать, распределители, все это, сделать, соответственно, и сюда колечко резиновое, тоже вот, рыженькое, тут раз, он чуть-чуть, напрямую, и сюда резиновое колесо, все, и получился вот такой у нас фланец из этого металлолома, так что, будем испытывать, как, ну, работать, оно будет, я не знаю, я думаю, что будет лучше, время нас просует, все, ребята, у всех водителей, с праздником, мы его уже отмечаем еще с этой пятницы, сегодня уже воскресенье, надо это завязывать отмечания, нужно работать, все, пацаны, всех, 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 поздравляю, что у нас мирное небо у всех было, и все, все у нас будет тогда хорошо, все, до новых встреч в эфире, дети, Это и и не tua д rester